Эпидемия коронавируса подрывает не только экономику, но и территориальную или, по крайней мере, политическую целостность США. Единое политическое поле рвется на части, а конфликт штатов с федеральным центром в Вашингтоне уже приводит к тому, что некоторые губернаторы объединяются для борьбы с президентом и бросают вызов его власти. В американском политическом жаргоне еще не утвердился термин, который мог бы служить эквивалентом понятия парад суверенитетов из позднесоветской действительности. Но судя по тому, что губернатор штата Калифорния уже заявил президенту США, что Калифорния – это государство, а если переводить его позицию совсем до слова, то он объявил, что Калифорния – это национальное государство. Происходящее уже можно считать прологом к расцвету политического сепаратизма. Губернатор Калифорнии, известный своими лидерскими качествами и тяжелым характером демократ Гевин Ньюсом, втащил в американский политический дискурс тему Калифорнии как национального государства. Не просто так. Воспользовавшись эпидемией и сопутствующим кризисом американской медицинской системы в качестве предлога, он обвинил президента Дональда Трампа лично и Вашингтон в целом в стратегических ошибках, которые повлекли за собой тяжелые последствия для калифорнийцев. Именно эти последствия, по крайней мере по версии самого губернатора, являются достаточным обоснованием для того, чтобы власть штата отодвинула федеральную власть и сама занялась как решением медицинских проблем, так и вопросами экономического характера, включая определение сроков и способов вывода региона из карантина и восстановления экономической активности. Как минимум у местной демократической прессы такое поведение губернатора вызвало восторг, что легко объяснить еще и тем, что губернатор подкрепил свои амбиции с суммой в 1 миллиард долларов, которую он, независимо от федерального центра и в обход любых национальных процедур закупок, использовал для того, чтобы обеспечить прямые поставки в Калифорнию дефицитных средств защиты для медицинского персонала. Лос-Анджелес Таймс сообщает, имея почти миллиард долларов для заключения сделки по приобретению 200 миллионов респираторов и хирургических массах в месяц, в условиях общенациональной нехватки таких средств защиты для медицинских работников первой линии Калифорния продемонстрировала уникальную способность прокладывать собственный курс в битве с коронавирусом. Мы решили, что с нас хватит, заявил во вторник губернатор в интервью телеканалу CNBC. Его объявление о сделке вызвало восхищение его смелостью, а также вопросы среди законодателей в Сакраменто, то есть у законодателей штата Калифорния, о ее прозрачности. Давайте использовать покупательную способность штата Калифорния как качество национального государства, добавил губернатор. Несмотря на то, что журналисты Лос-Анджелес Таймс стараются подчеркнуть, что губернатор подразумевал всего лишь размеры и экономические возможности Калифорнии, а не то, что подумали все, кто знаком с определением понятия национальное государство, та настойчивость, с которой Ньюсом не просто продвигает этот термин, но и сколачивает вокруг себя коалицию штатов, не желающих подчиняться решением президента, наводит на мысли о серьезных политических рисках, с которыми может вскоре столкнуться Вашингтон. Перспектива подрыва национального единства, слома федеральной системы и эдакого административного бунта штатов против федерального центра оказалась до такой степени очевидной, что даже мейнстримные американские СМИ вынуждены с одной стороны успокаивать читателей, а с другой стороны признавать, что поведение губернаторов действительно вызывает вопросы. Главное издание американского инфополя Нью-Йорк Таймс суммирует проблему. В понедельник некоторые штаты и губернаторы объявили об альянсах вне системы федеральной власти, и они жестко не согласны с позицией президента Трампа, который настаивает на том, что у него есть полная власть в плане решения об отмене запретов на передвижение. Таким образом, неоднократные намеки на то, что Калифорния в некотором роде является сама себе государством, нервируют и вызывают обеспокоенность по поводу будущего американского федерализма. Суть конфликта между бунтующими губернаторами и президентом Трампом связана с тремя разными проблемами. С одной стороны идет борьба за то, чтобы управлять процессом противостояния эпидемии и распределения соответствующих медицинских и финансовых ресурсов. С другой стороны идет борьба за экономический рубильник. Трамп утверждает, что он как президент имеет полное право решать, когда и как включать и выключать экономику конкретных штатов. А губернаторы настаивают на том, что это их дело и их прерогатива. А еще, и это главная проблема, губернаторы-бунтовщики искренне не любят по личным партийным или идеологическим причинам действующего американского президента. И если для того, чтобы нанести ему ущерб, потребуется подорвать стабильность государства в целом, то есть неплохие шансы на то, что они на это действительно пойдут. По сообщениям американских СМИ и судя по официальным декларациям губернаторов, в США сейчас сформировано два альянса штатов, которые координируют между собой действия по борьбе с коронавирусом, решение экономических вопросов и противодействие Дональду Трампу. Это так называемый Западный альянс, состоящий из штатов Калифорния, Орегон и Вашингтон, и региональный альянс штатов Нью-Йорк, Нью-Джерси, Коннектикут, Пенсильвания, Родд-Айленд и Делавер, которым руководит еще один антитрампист и политический тяжеловес губернатор Нью-Йорка Эндрю Куома. Будет интересно посмотреть на результат конфликта, в котором сойдутся федеральные чиновники из администрации Трампа с одной стороны и коалиция губернаторов с другой. Впрочем, независимо от результата очевидно, что экономический кризис и эпидемия уже вызывают трещины в фундаменте американской государственной системы. Скорее всего, если эпидемия и кризис будут быстро побеждены, эти трещины не успеют привести к коллапсу всей системы, а потом их можно будет попробовать заделать с помощью пропаганды и политических технологий. Но если кризис окажется глубоким, эпидемия длительной, а жители и руководители конкретных штатов привыкнут к мысли о том, что они сами за себя, то рано или поздно парад суверенитетов в американском варианте обязательно состоится. Если вам понравился этот ролик, ставьте лайк, делитесь этим видео с друзьями в социальных сетях и обязательно выскажите свою точку зрения в комментариях. Также, чтобы ни в коем случае не пропустить следующее видео, подписывайтесь на канал и заходите на наш сайт, там много различной информации о происходящих событиях в мире. До новых встреч!